здравствуйте друзья вот приехали в очередной раз николаю федоровичу показать продолжение видеоролика про голубей дело в том что когда снимали первое видео не предполагали не ждали что будет много вопросов просмотра заинтересовались люди со всего бывшего советского союза вот продолжение сделаем николай федорович ответит на вопросы интересующие вот просили показать поближе голубей вот вы в руках вот николай федорович держит порода хвостики у них темные во всех крыльях концы по 5 по 7 перьев вот видно крылышки у них какие и вот они кофейные прям как настоящим кофе облитый это голубь ему где-то вот приблизительно лет восемь-десять запускаю николай а вот голова у них должна быть как белая как пол головы должно быть до пол головы вернее должно быть по шейку белая головка вот она видите прям как отрыжная головочка как нарисованная вот такая должна быть у них корпус круглоголовый такой носатые носатые смысле длинный клюв длинный клюв а вот по поводу перьев белых перьев крылья стандарта нету сколько должно быть там 5 3 до 7 значит может быть 4 на 4 5 на 5 6 на 6 7 на 7 3 на 3 может быть вот такой у них стандарт и хвосты должны быть во всех темные они не должны быть рябы перо белая темная и каемка такая как и каемочка обязательно да вот маленький этот молодой пескун да это вот молодой пескуненок вот он тоже уже кофе на вы его будет он когда вы линейт он будет точно точно такой кофейники вот у него видите у него пять перец крылья и водка емочка под то есть он когда полиняет он цвета у него будет более насыщен более насыщенный более такой кофейник ну расскажите еще николай федорович как бы вот но изначально вот ваше детство каким образом он выполнен вам понравились голуби когда вы их завели это было мне где-то лет около четырех отец мой водил голубей и я утречком выхожу отец сидит около будки опустил голову и сидит горюет я у него спрашиваю пап что такое он посмотрел будку я в будку посмотрел все голуби лежат подавленные кошка залезла и всех голубей подавила ну отец сказал не будем огорчаться пойдем к дедушке дедушка водил голубей тоже это отец моего отца мы пришли у дедушки попросили голубей он вот выбирайте какие вам понравится но мне мне понравились вот такие как говорится порода кофейных сорок ну они раньше немножко такие головки не хрябенькие были а сейчас вот они все у меня кажется все белоголовые и я вот их значит с четырехлетнего возраста как принялся к ним и тогда по сей день я с ними то есть для вас голуби это как пол жизни для меня живущего на даче но я их сейчас не гоняю голубей они живут у меня кажется вот два года я их только держу в вольер вольер открываю это будку открываю они выходят вольер я их держу в вольеры потому что открывать и гонять их нет у меня возможности а возможности нет какой потому что здесь очень много соколов которые занесены в красную книгу их трогать нельзя но они обижают живность очень он каждый день должен съедать одного голубя вот за месяц он съест их 30 штук но я не намерен такой птицей такой любовью к ним соколов кормить голубями поэтому я не выпускаю их с вольера нет возможности а до этого когда их здесь меньше соколов было я их гонял они летали от двух до шести часов тогда было время сейчас время совсем другое соколов очень много они не дают им кажется жить спокойно или так но вообще конечно по большому счету николай фёдорович как говорится природой голубы даны крылья в небе красота неописуемым было бы вот посмотреть в небе значит раньше я гонял где-то подымал стали до ста штук голубей у меня всегда много было до ста штук я их поднимал никаких шестого у меня не было никаких палок я их открывал чердак они из чердака вышкакивали я в ладоши хлопал и они поднимал подхватывались десятка два три одни поднимаются я других выгоняю хлопаю те уходят тоже и вот так где-то около сотни я их гонял были такие моменты что уходил на работу подгонял с работы прохожу некоторые еще бывало летали после обеда птицу гонять нельзя было уже они могли на ночь оставаться и а на ночь остаются ну вот друзья николай федорович объяснил откровенно честно без всяких преувеличений настоящее время к сожалению конечно голубей не гоняет хотелось бы посмотреть их в небе ну я считаю что мы не имеем права осуждать человека это его голуби это его дело ну по и тем причинам которые назвал николай ну вот он голубей не гоняет хотя конечно многие я я знаю лично я сам как бы ну против того чтобы голуби были закрыты должны голуби летать но есть такие моменты нюансы так сказать ну не всегда это получается еще такой вопрос николай по поводу у вас голуби можно сказать все родственные связи одной крови вот как вот в этом случае это плохо или это хорошо вот что можете рассказать что нельзя поровать сына с сестрой отца с дочерью или мать с сыном этих вещей делать нельзя надо стараться как-то другую как раз от другой от другой пары их перепоровывать но я обычно делаю что зимой отсаживаю голубок отдельно в другую будку голубов оставляю своей будки потом открываю это открывало сейчас уже два года я их руками перетаскиваю с одной будки в другую а тогда я их открывал будки они перепоровывали сами кто с кем хотел вот таким образом я сохраняю как говорится кровь одна и та же порода она не перерождается она вот выходит из года вот точно все такое же как как они были а вот еще вот за белый голубей можете поймать николай федоров белого голоса поймаю белого поближе повнимательнее рассмотреть молоденький беленький это тоже старый голуб да это вот этому голубу лет всем это тоже старинная наша ставропольская порода белых видите они носатые круглоголовые обычно в них в хвосте значит от 12 до 16 перьев в хвосте маховые крылья перья большие такие мощные крылья они вислокрылые носатые вислокрылые это тоже долгая долголетные паро до делых но это уже это не так другая порода это другая порода но это тоже сороки еще нет это белый так как называют белый штавропольский но это не ардесса нет нет это простые они тоже как и сороки они кругами ходят вот поднимаются и и кругом ходят над своим двором. То есть не бабочки летают на месте, как Николаевские, там, Курские, там, ордессы, да? Нет, кругами они ходят над своим кругом, двором, они ходят кругами. Но опять-таки на белых голубей тоже нету, как бы, стандарта, да, вот, по поводу их? Нет, стандарт на белых тоже нет. Ну, придерживайся, вот как вот раньше держали их, от 12 до 16 перьев в хвосте должно быть у белого голуба Ставропольского. Вот это вот критерии надо выдерживать. Ну, вообще, в те времена, наверное, 70-е, 80-е, ну, наверное, больше на летные качества смотрели. На летные качества. Да, чем на масти или там, на какие-то нюансы. Да, но у них летные качества такие же, как, ну, сорок. Угу. Ну, у них тоже есть разная порода. Есть белые курносы, это вот белые носатые. Курносы, это маленький нос, да? Маленький носик у него, да. Есть, значит, была ставропольская порода, горбатые их называли. У них вот вроде как бы корпус, скелет, костей, немножко здесь с горбинкой, на лопатках был. Их называли горбатые. Ну, они тоже, кажется, носатые были, круглоголовые. Ну, только вот немножко у них был корпус, чуть-чуть изменял. А таких голубей, которые вы говорите, вот были ранее, ну, вот горбатые, их уже не осталось? Их уже почти ни у кого нет. Многих голубей, хороших, вывозили за, за кордон. Много голубей было, приезжали с этого, с этого, с Грозного, с Кабардин, с Болгарии, Кабардинки, короче говоря, приезжали. И многих, как говорится, голубей увезли. А вот расскажите, Николай Федорович, по поводу вот первого нашего видео, да? Приезжали к вам люди, звонили вам. Приезжают, звонят. В Калмыкии приезжали двое. Ну, в основном берут старых, пары три, две. И молоденьких. Молодых, ну, молодых таких, которые уже сами начинают клевать. Они покупают. А приезжали откуда, вы говорите? Откуда вы приезжали? Приезжали с Калмыкии, приезжали со Шпаковки, приезжали с Дагестана, приезжали с этого, с Грозного, приезжали пожилые. Где-то им уже лет под 70, два гражданина в Чечне. Они говорят, мы брали когда-то, были у нас такие голуби до войны. Покупали мы их в Ставрополе. Ну, и разговаривали, оказывается, они приезжали, именно покупали их у меня. В молодости, да? В молодости, да. Они пацанами были тогда еще. И вот они приезжали, покупали. А во время войны, говорят, попропадали голуби. А вот историю расскажите, как с Казани, с Татарстана приезжали люди. А, ну вот, значит, был такой случай. Заинтересовался с Татарстана голубятник. Как завести породу сорок? Я говорю, да, пожалуйста, я помогу вам завести породу сорок. Приезжайте, купите, посмотрите, какие вам понравятся, тех и заводите. Ну, приехали оттуда на машине ребята. Я им отобрал 10 пар. 10 голубов и 10 голубок. Посадили их отдельно в каждый ящик. Отдельно голубов, отдельно голубок. Ну, и они где-то там по дороге загрузились арбузами. И по каким-то техническим причинам арбузы эти попадали. И всех голубок поподавили. Ну, и он потом звонит хозяин. Говорит, помоги мне, у меня беда. Голубок всех поподавили. Попортились голубки. Я говорю, ну, помогу. А голуба остались, да? Голуба остались, а голубки все пропали. Подавили голубок. Весь ящик подавили. Ну, я ему еще, значит, уступил. Четырех голубок я ему еще продал. И он остался человек доволен, развел их. Так что вот такая история с этими доставками. Проще всего и безопаснее это на машине приезжать и забирать. Они будут и накормлены, и напоены. Да, друзья, лучше такой вот вариант. Может быть, знакомые, родственники, соседи. Или там кто-то едет отдыхать на юг, там, в Кисловодске или на море. Договориться, чтобы вот заехали. Ну, потому что передавать через автобус и поезд. Ну, представьте, вот проводник будет заниматься ими. Их надо поить, надо кормить. Ну, как-то аккуратно поставить коробку, чтобы там не придавило ничем. Ну, просто если большое расстояние. Ну, представьте, двое-трое суток, да. Ну, пропадут просто голуби, жалко будет. Или подавиться, или задохнуться. Надо поить. Открыть там багажник, чтобы они воздухом подышали. Ну, относиться ответственно, бережно к этому вопросу. Все-таки это же, ну, птица, животное. Как бы, по возможности узнавайте какие-то варианты. Там, кто-то в гости кому-то едет, к знакомым в эту сторону. Или там отдыхать, как я уже говорил, на море там, или в санаторий. Вот. Лучше всего на машине приехать, аккуратно клетку загрузить и сделать перевозку. То есть, не так просто это отправить. Вот многие вот пишут там, а можете отправить там, ну, в Оренбург там, или там в Армению. Ну, это очень большие расстояния, как бы, на поезде, на автобусе. Но это не вариант. Поэтому лучше самим. А вот еще хотел показать, вот, в какой местности вот Николай Федорович вот живет. Ну, то есть, вокруг вот деревья, вот лес в округе здесь. Но туда плохо видно. Как бы, а вот туда вот уже, по дорожке вот, идет уже гуща леса. Не просто там деревья там насаженные, а именно лес. И вот копчик, сокол, конечно, вот препятствует этому делу, чтобы птицу гонять, чтобы она в небе была. Вот еще хочу показать, вот такие вот черные есть. Вот. Вот, 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 вот. Да, вот черные. Их вообще, сколько, четыре цвета, да? Четыре цвета, да. Этих вот голубей старопольских высоколетных, сорок, их четыре цвета. Вот, вот, кофейные, черные, сизые, сизые. Шашку, киевочем пером и синие. Пять видов. Пять даже, да? Пять видов. То есть, кофейные.